Священное Писание Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел, и вот муж Эфиоплянин, Евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклане, и как агнец пред срегущими его безгласен. Так он не отверзает уст своих, в уничижении его суд совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется из земли жизнь его? Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Потрясающая история. Может быть, ну, кто-то читал и думал, что так и должно быть, так и надо. Все, что там написано, ну, как-то само собой происходило. Но, знаете, у меня яркое воображение. Я сразу представил себе, как евангелисты после какого-то собрания, ну, скажем, в Москве, где-то евангелизировали. И уже хорошо так все прошло. Всем раздали буклеты, куда-то пригласили. И один из них уже голодный, наверное, хотел где-то перекусить. Посматривал на какие-нибудь предприятия быстрого питания. И вдруг Бог ему говорит. А сейчас, подожди, подожди, пока не ешь. Сейчас, будь внимателен. Здесь поедет кортеж. Тут поедет министр финансов. И с ним другие чиновники. И вот он остановится здесь на красный свет. Ну, пусть будет так. Конечно, они не останавливаются. Я, может, даже такого цвета не знаю. Но пусть они остановятся на красный свет. У него будет открыто окно. И ты заглянешь к нему в машину и скажешь, что ты читаешь. А вообще ты понимаешь что-нибудь, что читаешь? Сложно себе представить такую картину. И министр финансов Филиппу говорит. Ничего не понимаю, честно скажу. Садись со мной и расскажи мне, что тут происходит. О себе там говорится, или не о себе, или о ком. И вот такая история. Но на самом деле было примерно так. И разделение между вельможами и простолюдинами было даже больше. Но из этой истории я увидел, что Бог касается всех. Большого полета птица, малого полета. Если Бог коснется, то человек и едет на служение, и читает Библию, и пытается понять, что же в ней написано. И делает то, что там написано, даже если ему объясняют. Знаете, мы с вами иногда читаем Библию. Если кто-нибудь спросит, понимаешь ли, уразумеешь ли, что там написано. Но редко кто скажет. Честно говоря, ничего не понимаю. Ну потому что мы же такие знающие. Мы закончили библейские школы. У нас много разных толкований. У нас все, что хочешь. А если честно, то признаться. Порой вот мы читаем по плану. Или я один только так. Я признаюсь честно. Бывает, не понимаешь, что там написано. Зачем это перечисляется. Что происходит. Но тут четко написано, что не стоит стесняться. Важно признаться в своем бессилии. И просить, чтобы Дух Святой изъяснил, что мы читаем. О чем здесь говорится. И что нам нужно делать. Что нам нужно делать. Тут, ну представьте, этот министр говорит, вот вода. Что мешает мне креститься? То есть он же ехал не один. Написано, он приказал. И колесница остановилась. То есть там был, как минимум, водитель. Была охрана. Были какие-то люди. Но он не постеснялся. Не постеснялся рассказать о своей вере. Показать, что он стал верующим человеком. Покреститься. Зайти в воду. Намочить свои одежды. Ему это было не важно. Ему было важно соединиться с Господом. Вот, что Бог хочет от нас. И знаете, когда я читаю Библию, я всегда пытаюсь понять. А что же Бог говорит лично ко мне. Лично в мою жизнь. Что Он хочет проговорить. Что Он хочет сказать. Потому что это важно. Это было не тысячи лет назад. Какие-то эти истории. А Бог говорит конкретно к нам и сейчас. Буквально перед собранием я встретил одного брата. Давно его не видел. И говорю... Можно я расскажу, да? И говорю, где же ты был все это время? А понимаю, что он сорвался. И вид у него соответствующий. И аромат соответствующий. Но говорит, меня все равно тянет в церковь. Меня тянет на служение. Хочу быть с Богом. Вы знаете, это наша жизнь. Где-то мы срываемся. Где-то мы падаем. Где-то мы не можем контролировать себя. Где-то мы не сдерживаемся. Но тяга к светлому, к чистому, к святому всегда есть. Так ведь? Аминь? Или это у меня только? И на самом деле я вам расскажу... Мы будем рассматривать другую историю. Из Ветхого Завета уже. Это исход. Исход, вторая глава. Двадцать третий стих. Спустя долгое время умер царь египетский. И стинали сыны Израилевы от рабства, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стинание их, и вспомнил завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. И обратил внимание на них Бог. Или в каком-то переводе написано, и вспомнил их Бог. И такое ощущение, что Бог забыл на 400 лет про свой народ. Где-то он чем-то занимался, что-то он делал. И тут вдруг услышал, что кто-то стонет, кто-то плачет, кто-то взывает к нему. И обратил свое внимание. Но на самом деле он же не забывал. Он был со своим народом. И как это к нам относится? Я вот всегда думал, и только недавно вся картинка как-то восстановилась для меня. И я понял, что значит это все для моей личной жизни. И причем Бог не медлит прийти на помощь. Написано, он сразу же приходит. В следующей же главе он встречается с Моисеем. И сказал Господь, 3 глава 7 стих. Увидел я страдания народа моего в Египте. И услышал вопль их от приставников его. И знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян. И вывести его из земли сей. В землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Мы знаем всю эту историю. И Моисей долго упирался. Он говорил, да я заикаюсь. Да я косноязычный. Я не могу. Я такой маленький. Меня вдруг не послушают. И Бог его уговаривал. Он говорит, что я дал тебе уста. Я дал человеку способность говорить. Не я ли буду использовать тебя. На самом деле Моисей был смелый. Мы видим, что в каком-то месте он там заступился за своего единоплеменника. И так далее. Но когда идет призыв Божий. Я это конкретно увидел. Когда Бог призывает кого-то. То сразу идет противостояние. То есть только Моисей объявил о том, что он выведет народ из Египта. Когда фараон разгневался и удвоил норму соломы для производства кирпичей. И народ сказал, зачем это все? Зачем это надо нам? Помните, да? То есть если Бог кого-то призывает. То сразу приходят какие-то препятствия. Моментально. Но не бойся этого. Не бойся. Я помню, когда я работал на другой работе. И Бог призывал меня в служение. Я думал. И все-таки думал. Все-таки я буду служить Богу. Буду работать в церкви. И сразу столько событий произошло. Знаете, вспомнить даже страшно. Там супругу положили в больницу. Дочь что-то там случилось. Потом пошла... Как это болезнь? Когда волдырями покрываешься. Ветрянка. У одной. Потом у другой. А младшая кушала только молоко. И я остался с ней дома. И разводил эту молочную смесь. В общем, сколько всего было. Но я понял, что это не просто так. Что Бог что-то хочет. И когда есть препятствия, то есть прорыв. И есть слава Божья. Может в твоей жизни что-то подобное происходит. Какие-то препятствия. Но будет и прорыв. Будет и слава Божья. Да, аминь. И я думаю, что же Бог нам хочет сказать через это. Через этот исход в нашей жизни. В нашей-то жизни. Не ходите, дети, в Африку гулять. Или что? Или может быть, когда ты выбираешь путевку, и тебе предлагают Египет. Ты вспоминаешь эту историю. Говоришь, не-не-не, Египет не надо. Да задержусь там на 400 лет вместо 14 дней. И нет, давайте лучше что-нибудь другое. Что же Бог нам хочет сказать? И знаете, я тоже думал, если бы Бог сразу сказал народу израильскому, что вы будете ходить по пустыне 40 лет. Я думаю, что многие бы не пошли. Точнее, мало бы кто пошел. Сейчас, знаете, все просто. Если тебе надо куда-то ехать, ты достаешь GPS-навигатор, вводишь точку B, и он тебе показывает. 23 километра 30 минут, например, да? Или там еще какие-то показатели. И ты знаешь, сколько ехать. Если ты вводишь туда Владивосток, он тебе покажет 7 дней, например, да? И ты понимаешь, ехать или не ехать. И если бы было у израильского народа точно так же, и Бог сказал, выйдите из земли этой и пойдете. И они ввели навигатор, и там было написано 1800 километров 40 чем-то лет. Они бы сказали, о, нет, нам это не надо. Мы туда не пойдем. Мы лучше здесь будем кирпичи делать. И так далее. И вообще сложно куда-то собраться. Мы молились сегодня за Аркадия, за Дину. Я представляю, каково это собраться в другую страну. И ты думаешь, это нужно, это не нужно. Это берем с собой, это не берем с собой. Так ведь, Аркадий, или нет? Или все выбросим, там новое купим. Очень сложно, конечно. А представьте, весь народ, все как один, собраться. Это там чемоданы, какие-то повозки, тележки, это мы убираем. И народ еще не просто такой, который рукой махнет, а пропади все. Это же еврейский народ. Там, наверное, немного выбрасывали. Что-то оставляли, много оставляли. Да. Вот. Сложно куда-то выйти. У нас летом будут походы, будут сплавы. И вот Максим, когда призывает. Я вижу, некоторые хотят, но на 4 дня оставить семью, оставить работу, оставить там какие-то привычные дела. Это сложно. Но на всю жизнь, если оставить, это нереально. Бог не сказал, насколько вы идете. Бог сказал, я пришел вывести вас. Основная мысль, которую я понял через это. Бог не сказал, что я приведу вас в землю, где течет молоко и мед. Это, само собой, самая главная мысль, которую сказал Бог, я выведу вас из земли рабства. Я выведу вас. И не важно, сколько вы будете идти. И не важно, какие препятствия вы будете преодолевать. Самое главное, что вы выйдете оттуда и будете со Мною. Вот основная мысль. Точно так же, когда мы с вами были в рабстве греха, в рабстве неволи, когда мы не знали, что делать и что завтра быть, и не было никакой надежды. И когда Бог показал себя, показал себя на кресте, показал, что я дал вам свободу. Я выведу вас из рабства вашего греха, из рабства неволи. И вы будете со Мною. Вот основная мысль. Вот что главное. А сколько ты будешь с ним, это уже не так важно. Это не так важно. Задай себе вопрос, что важнее, с кем быть или куда идти? Так ведь? С кем быть или куда идти? К сожалению, народ Божий этого так до конца и не понял. Они ждали, когда мы наконец придем. Вот они идут, идут, у них закончилась еда. И они приходят к Моисею, когда будет мед, когда будет молоко. Он говорит, потерпите еще немножко. Он же тоже не знал. Где-то там за горами, где-то там за пустыней нас ждет то, что Бог приготовил для нас. Мы хотим мяса. Бог говорит, ешьте мясо. Ешьте так, что пока оно не пойдет из ноздрей ваших, отовсюду. Бог злился, но Он вел свой народ. Знаете, хочется, конечно, иметь какую-то конечную точку. Так ведь? Мне дочка говорит, ты какие-нибудь примеры там расскажешь из армии? Я говорю, нет, в этот раз нет. Но вот мне мысль как раз пришла. Представляете, у нас... Ладно. Время службы было с 93-го по 95-й год. То есть ты знаешь, что ты пришел, и ты уйдешь. И какие-то сроки есть. Вот тебе 100 дней до приказа. Ну, знаете, там уже еды масла не едят, и мы уже не ели это масло. Отдавали молодым, которые съедали все, что не приколочено. Потому что энергии много тратилось на себя и на того парня. И мы ждали, дождались 100 дней, и должен быть вот этот приказ. Министра обороны об увольнении. Его ждали, и каждый день говорили, ну что, сегодня? Вроде сегодня. Ни интернета же ничего не было. Ну, просто надеялись. И вот в какой-то день, я помню, это был такой классный день, солнечный. Нас выстроили на плацу. Весь полк. И вышел командир полка, и он говорит, «Внимание, теперь те, кто призыв там 93-го года, 20 шагов вперед, шагом рш!» И все как один, знаете, с такой радостью, такие тьфу, тьфу, тьфу. Аж там земля тряслась, и выстроились, как линеечка. И все красиво одеты, так все. И ждут, когда он скажет этот приказ. Он еще говорит тем, кто остался, «Вот видите, как надо маршировать? Вот, учитесь!» И он зачитывает приказ. А там все менялось. Что-то там увеличивали срок, уменьшали, опять увеличивали, ну как обычно, как и сейчас. И он говорит, зачитывая приказ министра обороны, Павел Грачев тогда, как сейчас помню, был, для призыва такого-то такого увеличить срок службы на 6 месяцев. И все такие, «Вот это дела!» Такие, «Это что такое?» И пошли. Он такой, «Куда, куда?» И все уже, «Мы вам покажем!» Не пощадим никого от молодых. А представьте те, которые там стояли, в строю. То есть они уже перекрестились, уже думали, ну наконец-то! И как они сначала обрадовались сильно, а потом понимают, что все, сейчас начнется самое интересное. Полгода — это прощай, спокойная жизнь. Представьте, ну ты ждешь, ждешь чего-то, вот прямо день, 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 два. Вот. Ну слава Богу, как-то так замялось, и всех потихоньку отправили. Всех отправили домой. И вот с израильским народом, ну тут ладно полгода, да? А с израильским народом им пообещали, что уже скоро, уже вот-вот, уже сейчас. Это как мираж примерно. Кто-нибудь видел мираж? Ну я в пустыне не видел, а когда жарко, вот на дороге иногда видно, да? Как будто вода такая. Ты едешь, а воды нет. Дальше и дальше. Вот как можно мираж догнать? Никак. Сорок лет. Но все-таки Бог заботился о них. Бог кормил, поил, одевал. Написано, даже обувь не снашивалась. Обувь не снашивалась. У кого самая долгая носилась обувь? Год, два, может три. Не знаю, у меня там есть ботинки пять лет. И то говорят, уже пора выбросить. Но сорок лет. Я такой не знаю фирмы. Может кто-то подскажет. Но не об этом мы сейчас говорим. А мы говорим, что самое страшное. Самое страшное это пуститься в путь, так и не подняв, зачем он нужен. Самое страшное это прожить жизнь, так и не подняв, зачем она была нужна нам. Зачем она нам нужна? А ведь Бог конкретно хотел с ними быть, с ними находиться. Он приготовил для них ковчег завета. Он приготовил для них скинию. Он спускался, он говорил, народ Божий. А они не ценили. Они шли куда-то. Они ждали какую-то конечную цель. Но не это было главное. Не это было главное. На самом деле и сейчас мы с вами. Мы же не идем по этой жизни и у нас конечная цель там где-то в конце, когда нам наступит много лет. Никто же этого не ждет. Вот скорее бы пункт Б. Когда мы будем лежать при смерти, когда придет священник, что-то будет говорить. Нет ведь? Мы хотим наслаждаться этой жизнью. Потому что это Божья воля как раз. И в первом Паралипоменон написано, все мы странники пред тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как и тень, дни наши на земле и нет ничего прочного. Что бы ни говорилось, нет ничего прочного. За что бы зацепиться? То есть мы что-то собираем, что-то хотим накопить, может быть. Но Бог говорит, вы странники здесь. Вот у нас сейчас группа есть, которая собирается на Эльбрус. И я тоже состою в этой группе, но не собираюсь, а так меня на скамеечке запасных. Думаю, может удастся, может нет. И вот я вижу, пришел список с вещами, которые нужно взять. И там нет такого, что много денег или какие-то драгоценности, свидетельства на квартиру. Все, что ты накопил, возьмите обязательно с собой. Нет, там нужно что-то другое, что-то самое важное. Там миска, плошка, каша, еда, спички, нож, топор, что-то такое. И ценности расставляет Бог. Иногда у нас идет крен, конечно, мы что-то копим, что-то стараемся. Бог говорит, ничего не возьмете с собой. Ничего. Обратите внимание на что-то другое. На что-то истинно ценное, о чем говорит Господь. Истинно ценное. Люди боятся смерти, как дети боятся темноты. И говорят, никто еще не возвращался. На самом деле возвращался. Возвратился Иисус Христос. Он первый воскрес. И он говорит, не бойтесь, не бойтесь. И ни одно обещание его не осталось неисполненным. Книга Иисуса Навина, 21 глава. Потрясающие стихи, которые буквально недавно вошли в мое сердце. Так Господь отделил Израилев всю землю, которую Он клялся дать их отцам. И они овладели ей и поселились там. Господь дал им покой со всех сторон, как Он и клялся их отцам. Никто из их врагов не устоял перед ними. Господь отдал их врагов им в руки. Ни одно из тех добрых обещаний, ни одно из тех добрых обещаний, которые Господь дал Дому Израилю, не осталось неисполненным. Исполнилось каждое. Все, что Бог обещал, Он выполнил, Он сделал. И ни про одно обещание Он не забыл. Он не упустил. Вот Его сердце по отношению к нам. Он сказал, что даже если умрете, верующий в Меня, если и умрет, а живет. Это одно из Его обещаний, одно из Его обетований. В этом важно. И важность не в том, куда ты идешь, какие-то цели, а здесь и сейчас. Цени здесь и сейчас то, что Бог нам дает. Когда мы собираемся на сплав, я тоже не знаю людей, которые ждут быстрее бы добраться до какого-то места. Это процесс. Важен процесс, когда ты плывешь, когда ты общаешься с тем, кто с тобой рядом. Потому что ты знаешь, ты доплывешь и все. Собрался в автобус, загрузился, отпуск закончился, отдых закончился. Никто этого не ждет. Наоборот, все хотят подольше. Подольше проплыть, подольше побыть. И еще не важно, куда ты плывешь, а важно с кем. Первый вопрос, который задают, а кто едет? А кто плывет? Когда мне предложили пойти на Канжаковский камень, я, конечно, спросил, а кто идет? Вот идет пастор. Идет пастор Илья Бетнев, Александр Аниськин, Евгений Галеев. Я говорю, о, здорово, все. Я пойду. Я не знаю, что за Канжаковский камень, где он находится. Мне это не важно. Мне важно с кем. И точно так же Бог, когда взял народ израильский, Он говорит, я буду с вами. Не так важно, куда мы пойдем. Не так важно, сколько времени мы будем в пути. А важно, с кем ты будешь. Потому что потом сложно оценить это. Когда я вспоминаю время с моими родителями, они ушли к Господу. И знаете, я вот помню мои детские переживания. Вот мы собрались на юг. На юг мы ездили всего один раз. Один раз мы ездили в Москву с папой. На юг ездили с мамой один раз. На самолете ни разу. Один раз ездили в Питер и один раз в Омск за мясом. Такие сложные были времена, помню. Все время на поезде. И вот я ждал поездки. А теперь я понимаю, что ценен был каждый день, проведенный с ними. Даже будни. Даже в то время, когда ты просто куда-то идешь с ними в магазин. Потому что этого уже не вернуть. И Бог точно так же нам говорит. Цени каждый день, который я даю тебе. И Он с нами. Он говорит, я с вами во все дни. До скончания века. Это Его обетование, которое, Он сказал, не останутся неисполненными. Я знаю, что некоторые ждут каких-то особых служений, каких-то конференций, каких-то дат особых. Это не нужно. Это не нужно. Кто-то живет христианской жизнью от воскресения до воскресения. И может для кого-то будет сегодня откровение, что есть и понедельник, проведенный с Богом, и вторник, проведенный с Богом, и среда, проведенная с Богом. Надо же и четверг, проведенный с Богом. Бог как раз говорит, я не в каких-то шумных мероприятиях. Я не в громе, не в молнии. А как Он говорит, я в веянии тихого ветра. Я каждый день с тобой. Знаете, если бы апостол Павел, который написал большинство посланий в тюрьме, если бы он ждал, когда меня освободят, чтобы мне спокойно сесть в кресло, начать писать, он бы и не написал эти послания. Он радовался каждому дню. И было странно, когда его избитого, изнеможденного, голодного куда-то закидывали в какую-то очередную камеру, и он сиял. Слава Богу! Думали, ну может, все уже, он с ума сошел. Нет, он не сошел с ума. Он просто был радостный от того, что Бог дает ему еще время проповедовать тем, кто рядом. И мы увидели, что спасались и слушали Евангелие те, кто были рядом. Спасались и слушали Евангелие. И познать Бога можно только вот так, шаг за шагом, не торопясь, когда ты идешь, не на экспрессе едешь. Знаете, я каждый день проезжал мимо центрального стадиона на машине, а там движение меняют, кто живет на визе, знает, движение меняли каждый раз. Каждый раз там что-то новое, покрытие делали, знаки ставили. И ты едешь и смотришь на знаки, на дорогу, на что-то еще. А один раз я пошел пешком, этим же маршрутом. И такой думаю, о, надо же, стадион тут уже вымахали, построили уже, столько изменений. А когда ты едешь на машине, ты не видишь. Просто тебе некогда, ты взгляд не можешь кинуть. Так ведь? Понимаете, о чем я говорю? Я помню, мы с мамой поехали на поезде, и это была осень, я еще был совсем маленьким. И вот в окно смотрим, мама говорит, вот, какая погода чудная, такая осень, вот грибов-то в лесу сколько много, и влажно как раз. И знаете, что я делал всю дорогу? Я смотрел в окно, выглядывал, где там грибы. Днем смотрел, вечером, выходил на полустанках, даже смотрел, как вы думаете, увидел что-то, нет? И потом я ей говорю, нет грибов-то, я же смотрел. Она, помню, так засмеялась, приобняла меня, говорит, ну мы с тобой, когда пойдем в лес, поищем, погуляем, не торопясь, а потом вернемся уже к этому разговору. и точно так же отношение с Богом. Знаете, кто-то, выглядывая из окна поезда, хочет иметь отношение с Богом, или пролистывая какую-нибудь ленту в соцсетях, или что-то еще, не найти отношений с Богом. Даже более того, знаете, когда мне присылают вот какие-то места писания, и там какая-нибудь ромашка, или тюльпанчик, или какой-нибудь птичка, и место писания, это вообще-то не проповедуешь Евангелие. Это ты замыливаешь Слово Божие. Вроде бы тебе кажется, что ты как бы ближе к этому, на самом деле нет. Ты просто возьми, открой Библию и почитай. И какое-нибудь откровение, которое коснется лично тебя, оно будет гораздо ценнее, чем тысячи этих пустых каких-то картинок. Я вам серьезно говорю, всем любителям отправлять вот эти... Это не проповедь Евангелия. Это даже не пустая трата времени. Это замыливание Слова Божьего. Это вред Царствию Божьему. Прекратите это делать. Если хочешь кому-то проповедовать, пригласи кого-то попить кофе и расскажи о своей вере. Расскажи, как ты пришел в церковь. Это будет сто раз лучше. Живое общение. И еще если посмотреть на Иону, мы не будем сейчас все вспоминать. Вы знаете, что заметил? Что Иона, ему приходили здравые мысли, когда он останавливался. То есть Бог ему сказал, иди в Неневию. Помните, он побежал от Бога, сел на какой-то корабль ближайший и поплыл. И Бог ему говорит, ты думаешь, ты сейчас убежишь от меня? И тут-то было. И он, значит, так подул. Ветер такой, шторм. Там все начали молиться своим богам. И не мой ли Бог разгневался? А Иона ушел и уснул. И спит там. Все говорят, тебе нужды нет, что ли? Ты что тут спишь? Мы погибаем. Может, твой Бог? Он говорит, да это мой Бог, я знаю. Мне не надо даже, вот это из-за меня. Если хотите спокойствия, выбросьте меня в море, все будет нормально. Нет, мы не возьмем грех такой. Но буря еще больше, еще больше вдруг, ветер такой. Они говорят, ну, прости, сам сказал. Выкинули его, и все утихло. И стало спокойно. И Иона-то попал тоже в очревый кита. И он уже не бегал там никуда. И он сидел и думал, размышлял о том, что Бог ему сказал. Выплюнул его кит. И сидел он под этим растением. И тоже. И когда он никуда не бежал, когда он сидел в одном месте, размышлял, тогда приходили Божьи слова, Божьи откровения. И тогда он делал то, что Бог ему говорил. Поэтому, если ты не хочешь попасть в какой-то шторм, в какую-то бурю, лучше успокойся на своих путях. Ищи Бога. И Он откроет тебе все, что нужно в твоей жизни. Когда ученики... Помните, Иисус сказал, ну, все, пришло время мне оставить вас. Приходит время, когда я зайду на крест. Они были, конечно, ошарашены. Мы не хотим. Мы хотим, чтобы все продолжалось, как есть. Он говорит, нет, пришло время. Все, что нужно, я дал вам. И теперь после меня придет Дух Святой, который будет говорить с вами. И я вот подумал, Он надеялся на них. А если бы они не выполнили Его волю, если бы они не проповедовали Евангелие, если бы они испугались, то мы бы с вами тут не сидели бы. И вообще Божий план бы провалился. Но вот так день за днем Он показывал своей жизнью. Он сеял в них зерна, которые однажды потом проросли. Все, что нужно было, Он им дал, но они даже не поняли это в тот момент. Им нравилось было быть сильным мира с Иисусом Христом, который был впереди всегда. Но пришло время, когда они самостоятельно, когда они самостоятельно стали проповедовать Евангелие. Конечно, бывают трудные моменты в нашей жизни. Народ израильский почему бунтовал? Что-то им не нравилось. Но если ты помнишь основную мысль, что Бог вывел тебя, и Бог теперь с тобою, то можно все преодолеть, можно устоять. Так ведь? Так ведь? Если бы, например, Петр в свое время наловил много рыбы в лодку, где бы он был на следующий день? На базаре, конечно, продавал бы, но он ничего не наловил. И Иисус пришел к нему в пустую лодку, и он был с ним. Иисус приходит в пустую лодку. Не расстраивайся, что у тебя что-то не получается. Где бы ты был? На базаре? Но Иисус приходит, когда опустошение сердца, когда тебе плохо, когда тебе трудно. Он все равно не покидает тебя. Один человек мне недавно свидетельствовал. У него были такие обстоятельства, я уж не буду все рассказывать, но, поверьте, очень сложно. По всем фронтам. Все рушилось. И просто какая-то одна ниточка оставалась его верой. Он уже готов был ее оборвать. Бог, ну что же ты, дай мне хоть какое-то знамение, что я прорвусь. И он такой грустный, возвращается с работы, там не заплатили, идет поздно, и все плохо еще, промок под дождем, и заходит в такая арка, как домой к нему идти, такая длинная, знаете, под домом. Темно, там ни один фонарь. И он смотрит в просвете, какой-то человек ему навстречу идет. Ну, мало ли. А потом, когда он приблизился, понял, что человек-то этот пьян, его шатает, он такой идет. И он еще какой-то здоровый такой. И он думает, ну все, сейчас меня тут добьют, и похоронят меня здесь где-нибудь в проеме. И он как бы от этого человека раз, по стеночке этот человек к нему, он, значит, в другую, к другой стеночке тот опять к нему, навстречу так идет, но чувствует, что... И подходит, и так его, по плечу так, все будет нормально, брат. И ушел. И он думает, ну Бог хотел его как-то ободрить, но не нашел никого в это время, вот какого-то пьяницу. И через него даже сказал, да не бойся ты, не бойся ты, все будет в лучшем виде, не переживай. Иногда кажется, что все ополчились, что и сейчас уже все последний прибьет. Самое главное, самое главное обетование, которое Бог дал, это что Он с нами. Он вывел, и Он ведет вас. Ведет в столбе облачном, в столбе огненном, не важно куда, важно с кем. Второзаконие, 33 глава, 26 стих. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе, и во славе своей на облаках прибежище твое. Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, истребляй. Израиль живет безопасно один. Око Якова видит пред собою землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплю тросу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе. Народ, хранимый Господом, который ящит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболевствуют тебе, и ты попираешь вы их. Бог говорит, не просто я защищу тебя, а все враги будут под ногами, все проблемы, всякие тревоги, все будет под ногами, не бойся. И нет подобного ему, написано. Нет такого, как Он. И еще поделюсь одним откровением. Когда я искал и думал, какой Бог. И в книге, в Евангелии от Иоанна написано, Бог есть любовь. Помните это место, да? Бог есть любовь. А это же самое слово, Агап, Бог есть любовь, написано в первом послании Коринфянам, в 13 главе. А какой Он наш Бог? И написано, любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Бог говорит. Это в Его характере, это в Его сущности. И нам может кажется иногда, что мы как пылинка какая-то во вселенной, но на самом деле Он знает тебя по имени, Он хочет принимать участие в твоей жизни, и Он ведет тебя. И запомни, не так важно куда, а самое главное, самое важное с кем, с кем, с кем. Аминь. Дорогой Господь, мы поклоняемся тебе в это время, мы прославляем и возвеличиваем тебя, и мы благодарим тебя, что ты вывел нас из рабства греха, из рабства страха, из рабства сомнений, тревог и болезней. великий Господь, великий Господь, великий Господь, дарующий любовь, милость, мир, святость. Господь, прославляем и возвеличиваем тебя, царь царей, Господь господствующих. Хвала тебе вовеки. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok